Девушка обожала спать со своим питоном, пока не начала замечать это. Наверняка в большинстве семей есть любимые питонмиц. Они становятся частью твоего быта. Ты говоришь с ними, любишь, и всюду берешь с собой. Ты даже не против, когда они спят с тобой в одной кровати. Ладно, когда это частюля кошка или холеный пес. Но, оказывается, есть люди, которые любят нечто особенное. Эта женщина пожелала остаться анонимной, но ее история звучит как серьезное предупреждение. Как бы там ни было, но животные, которые в дикой природе являются хищниками, могут преподносить порой весьма неожиданные сюрпризы. Но вернемся к нашим питонам. Эта женщина очень любила свою змею и таскала ее с собой буквально повсюду. Что уж говорить о том, что и спали они тоже вместе. Однако вскоре женщина заметила неладное, питон стал худеть, и в один прекрасный момент полностью отказался от еды. Пришлось им отправиться к ветеринару. К счастью, ветеринар попался опытный и, узнав о том, что женщина постоянно берет питона в кровать, сделал единственно верное заключение. Змея перестала есть, чтобы подготовиться к большой трапезе. Находясь так близко с человеком питон стал фантазировать по поводу того, что, пожалуй, неплохо бы полакомиться такой вкусной хозяйкой. Но поскольку человеческий организм достаточно крупный, то присмыкающаясь решила слегка освободить место. Вот причина такого серьезного голодания. Этой женщине повезло, поскольку не обратись она вовремя, то вполне могла бы стать приятной закуской для своего чешуйчатого питомца. Винить его в этом сложно, все-таки он поддался серьезному соблазну. Так что мотай на ус, если завел у себя дома змею, не стоит спать с ней в обнимочку. А пока поделись этим постом с другими. Пусть проверят, не похудел ли их домашний питон. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. И не забывайте подписываться на наш канал.